Дамы и господа, всем привет! С вами Владимир Толычко, компания Sam Motors. И сегодня у нас на обзоре будет новый BMW X7. 20-24 модельный год, X-Drive, 3-х литровый. Отправляться будет в Бишкек. Давайте смотреть, что это за автомобиль перешел к нам на базу. Самая нищая комплектация у этих автомобилей, ребят, начинается от 81 900 долларов. Но это будет совсем другой автомобиль. Здесь же у нас идет M-Sport Package, 22 диски. Вот они какие. Сразу сюда включена. Здесь идет у нас Roof Rails, в темном цвете, в черном. Здесь у нас идет M-Street Wheel, это получается руль. M-овский, да? Вот такой вот он у нас. Здесь у нас идет Shadow Line Exterior Trim. Давайте покажу вам. Shadow Line Exterior Trim, ребят, это вот этот вот trim, который идет вокруг стекол. Он черный. Далее, Alcantara Headliner. Да-да-да, здесь у нас именно Alcantara. Еще у нас здесь есть M-Sport Professional Package за 1350, и знаете что? Это у нас, короче, подсветывающийся гриль. Подсветка решетки радиатора передней, вот этой вот. Она сейчас не видно, но в ночи она красиво светится. Друзья, кстати, вот эти вот диски стоят 1300 долларов и 2900 вот этот M-Sport Package. Вот смотрю на я на эти диски и думаю, блин, как прикольно, когда в этих пакетах их можно взять и заказать за 1300, да? А если отдельно покупать, знаете сколько? Около 7000 долларов. Ну да-да, вот такие вот разницы. Также у нас здесь, ребят, есть, смотрите что. У нас здесь есть массаж сидений, память сидений. Дверная карта у нас имеет как бы управление, как бы вы видите, да, шторками, стеклами, блокировкой, зеркала. В общем, все, что необходимо. Зимний пакет присутствует здесь. Подогрев руля, подогрев сидения водительского, охлаждение. Все работает, ох, сразу поприятнее. Пленочку, пленочка будет заказчик снимать уже сам. Отдельно хотел обратить ваше внимание на вот эту вот отделку под дерево. Очень красивая отделка, такое структурное дерево. На ощупь реально как будто дерево. Что у нас здесь есть? У нас еще помимо этого есть от Сваровски, да, кристаллики. Есть беспроводная зарядка, два подстаканника, охлаждение, подогрев. Кстати, подстаканник, да, то есть вы видите. Массаж, управление сидения с правой стороны также пассажира. Имеется проекция. Сейчас видите, все работает. Подсветка, кстати, вы видите, панорамная крыша, я не знаю, передает камера или нет. Да, передает, вижу. Кстати, конфигуратор полностью собирал заказчик. Ребята, вот любой из вас, кто захочет заказать такой автомобиль новый, вы можете сами собрать свой конфигуратор, прислать нам, и мы сделаем предзаказ. Музыка у нас здесь стоит. Харман Карден. Звучит неплохо, да? Серваруль. Помимо всего, вышеперечисленный, у нас здесь еще есть, ребята, Executive Package. Туда входят подогревы подстаканников, да, глаз контрол, массажи, харман музыка, а также управление звуком, жестами, да, вот то, что я показывал. И стоит он 3950 долларов. Кстати, друзья, те, кто заказывает новые автомобили, имейте в виду, что когда вы набираете конфигуратор, выбираете Executive Package, там камер нет. Вот, вы должны добавить Parking Assist Package, он стоит 900 долларов, и тогда у вас будет 360 обзор, потому что здесь у нас, смотрите, что получается, мы включаем, и у нас только задняя камера. Сейчас заказчик задал мне вопрос, а где, что, к чему, и вот мы ему звонили в дилер и уточнили, а что и как. Потому что я просмотрел зеркала, просмотрел фронт грил, а камер нет, но конфигуратор собирал он, поэтому, ну, I'm sorry, как есть. Вот мы открыли конфигуратор, и нужно было клиенту отдельно добавить пакет, который называется Parking Assistance Package, он стоит 900 долларов, и он в себя включает камеры. А без этого пакета камеры в зеркалах мы не наблюдаем, у нас нет камеры возле решетки радиатора, и также у нас нет камеры на следующем зеркале. Ребят, будьте внимательны при построении конфигуратора. А еще, друзья, у нас здесь стоит пятизонный климат комфорт пакетч за 1600 долларов. Что это значит? Сейчас покажу. Это значит, что отдельно у всех пассажиров есть управление печкой, ну, климатом, да, то есть как бы водитель, пассажир, задние пассажиры, и еще одни задние пассажиры маленькие вот здесь. И, кстати, у нас это семиместный автомобиль. Два места у нас водительская пассажирская, средний ряд у нас трехместная лавочка, ну, и сзади еще два сидения для двух маленьких пассажиров, ну, гномиков. Для хорошей шумоизоляции, ребята, у автомобиля установлены двойные стекла, передняя дверь, задняя дверь. Конечно же, у нас есть складывающиеся зеркала. С пульта задней двери, ребят, слева чем мы можем управлять? Смотрите, мы можем управлять открывание-закрывание стекол. Кстати, стекла у нас задние подтонированы. Также у нас мы можем управлять открыванием шторок, ну, электро, как левая, так и правая. Здесь можно открыть. Помимо этого, у нас есть возможность открывать панорамную крышу. Закрывать ее. И люк задний, опа, вот он здесь открывается и закрывается. Диодная подсветка у нас здесь есть. Зимний пакет в себя включает также подогрев среднего ряда. У нас есть подогревы всей лавочкой. Подсветка всех панелей с очень большой цветовой гаммой. Каждое кресло имеет USB-с вход. Вот такой вот. Ну, и сюда можно поставить, я думаю, крепление для iPad, крепление для просто вешалки и так далее. Водительское соединение, пассажирское. Все-таки семейный автомобиль, у которого есть масса органайзеров, подстаканников и всего-всего, чего только можно себе представить. Электропривод среднего ряда, ребята, у нас он как бы двигается вперед-назад. Эта лавочка, кстати, задняя лавочка разделена в соотношении 60 на 40. Легко можно залезть на задний ряд. Здесь у нас есть управление задними кнопочками, слаживать сидение или нет. Есть еще подстаканники. Также здесь должны быть где-то у нас подзарядки. Скорее всего, я думаю, что вот здесь... Что здесь, ребят? Нет. Нет, здесь для полки, конечно же. А где подзарядка? А, вот, я извиняюсь. Вот она у нас. USB-с вход один. И с той стороны второй. Ну, и, конечно же, две подушки. Так, так же у нас здесь имеются дожимы. Все. Коврики. Где наши коврики, ребят? Давайте смотреть. Коврики у нас дилера положили, знаете, куда? Вот здесь. Да, все ковры. На все ряды. Три ряда. Полка одна и здесь. Открывание крышки багажника. Нижняя часть. Так, я думаю, вторая должна быть. Здесь где-то... Да, вот вторая полка. Есть накладка на передний номер. Аптечки нет. Зажали. Здесь у нас ничего нет. Заказчик конфигуратория собрал задний бампер без фаркопа. Выглядит неплохо. Партурники есть в бампере. Везде темный хром, черный вот этот, да? Кстати, затонированная оптика, затемненная. Идемте посмотрим, что у нас там под капотом. Под капотом у нас здесь, ребят, трехлитровый твин-турбо на 375 лошадок. Хороший табун лошадей. Работает бесшумно, как часики. Средний расход топлива на 100 километров, который, заявляет производитель, здесь у нас 9,5 литра. Город, говорят, 11,5, трасса 8,5. Смешаны 9,5 литра. Данный двигатель в сочетании со спортивной автоматической коробкой передач, восьмиступенчатой, разгоняет этот автомобиль от 0 до 100 километров за 5,8 секунды. Ну, такие неплохие показатели для такого SUV. Спорный момент, конечно же, у рестайлинга 2030 года является передняя часть. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но и здесь она такая. И заказчику нашему она нравится. Позвонил заказчик, пообщались с ним. Решаем ситуацию с обзором 300-600. В общем, вырулить можно так. Загнать машину к дилеру, доплатить 2000, и буквально через пару дней будет обзор. Но человек сейчас будет решать, уточнять, сколько это будет стоить, к примеру, в Бишкеке. Поэтому ждем, смотрим, смотрим дальше. Друзья, а для тех, кто ждать не хочет автомобилей от дилеров, от финансовых компаний и так далее, у нас есть группа в телеграм-канале, вот она вот здесь. А в эту группу мы помещаем автомобили по наличию здесь в США. Поэтому, если интересно, ссылочку закреплю в описании, подписывайтесь. Кстати, в нашей группе, смотрите, есть какой новый 2024 года X5. В М-пакете. Вот такой вот. Черный на рыжем салоне. 88 тысяч долларов цена его. Со всеми сборами у нас на базе. Друзья, в общем, вот такой вот у нас был обзор для заказчика. Понравилось видео лайк, не понравилось дизлайк, нужен такой автомобиль или что-то новое из США, из автомобиля. Плюс 1, 2, 6, 7, 6, 3, 2, 4, 7, 7, 4. Пишите, у вас всегда поможем подобрать, доставить в вашу страну, а также от таможек. Всем моторс, всем пис. Субтитры сделал DimaTorzok